приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поделимся с вами актуальной информацией на 17 октября 2021 года поговорим о том что 17 октября можно делать что нельзя делать что сегодня за такой праздник день и ирофея или ирофея лишегона почему в этот день нужно быть очень осторожным и внимательным также обязательно сегодня проведите практику солью обязательно в карман отправьте щепоточку соли для того чтобы негатив и другие какие-либо отрицательные моменты не пришли в вашу жизнь а также чуть-чуть уделим внимание лунному календарю поэтому обязательно досмотрите это видео до конца мне будет много полезной важной и нужной информации итак друзья у нас с вами народный календарь на 17 октября по народным приметам и по народному календарю сегодня у нас день и ирофея день ирофея лишегона или ирофея в день и согласно церковному календарю в этот день верующие вспоминают священномученика и ирофея афинского в народе по обычаю народного календаря 17 октября празднует ирофея лишегона и этот день назвали не просто так дело в том что по народным поверьям сегодня 17 октября считалось что леший бесчинствует разгоняя всех по домам и норам крестьяне верили что с ирофеева дня леший прекращает свое хождение по лесам перед наступлением холодов у хозяина леса портится характер и дух начинает вырывать с корнями деревья кусты подвывать и перекрикивать ветер если же леший встречал человека то мог ему и кости переломать побушевав лесной хозяин вместе со зверь со зверями и при смыкающимися уходит на зимовку ну а чтобы задобрить лешего наши предки 17 октября в ирофеев день отправляли самого смелого и крепкого мужика в лес чтобы он в качестве подарка лесному духу положил на пень булку хлеба и горсть соли а после возвращения смельчак должен был снять обувь и стельки и перестелить с пятки на носок и так походить в течение одного дня по народной примете тогда ему весь год будет сопутствовать удача а вот мужики сегодня готовили 17 октября особенную настойку которая называлась ерофеич которая могла излечить от желудочных болезней и вернуть аппетит настаивали ее на дух мяных травах душицы мяти зверобоя тимьяни полыни майоране и других в течение месяца а вот женщины уже 17 октября доставая доставали свою зимнюю одежду даже если на улице и не было столь холодно чтобы ее надевать таким образом они отгоняли морозы куда подальше выходили в своих нарядах за ворота и связь с веселыми песнями ходили от двора ко двору после шли на поляну и водили там хороводы на рай на ерофея проводили обряды по изгнанию нечистой силы развешивая чесночные и луковые связки на окнах и дверях а также на калитке считалось в народе что пьяницы и безбожники особенно сегодня подвержены влиянию темной силы поэтому сегодня их из дома не выпускали кроме того ерофея в день вообще запрещалось кому-либо пить алкогольные напитки иначе по народной примете может без вселиться и довести выпивающего до безумия согласно поверью 17 октября на ерофея легко попасть было под чужое влияние и не всегда к сожалению хорошее а чтобы этого не случилось наши предки проводили магические обряды и ритуалы читали особенные слова а вот люди рожденные 17 октября обладают достаточно веселым характером они любят пошутить и делают это всегда по-доброму в качестве талисмана им подходит берил также в этот день были народные приметы при которые предупреждали что нельзя дело 17 октября вера фея в день и бытовало поверье что в этот день злой от того что лес теряет свою последнюю листву олеший заканчивать свои прогулки почаще лесной хозяин сегодня буянит ломая при этом ветки деревья и попутно прихватывая свое царство заблудившихся животных и людей поэтому и старались крестьяне 17 октября в лес не ходить и дрова не заготавливать а чтобы задобрить лешего отправляли к опушке леса самого сильного мужика чтобы он отнес лесному духу подарок хлеб и горсть соли кстати наши предки и вовсе старались в ерофея в день не выходить без дела на улицу ведь в этот день вся нечисть была особенно активна и сильно 17 октября девушкам и женщинам нельзя было разговаривать с незнакомцами это могут быть и злобные духи которые приняли человеческий облик и стремящиеся сглазить или навести порчу не прислушиваясь и к запрету станет тот сильно балет болеть а также отвернется удача и также сегодня те кто не прислушивается к запретам есть вероятность разлада со своей второй половинкой с последующим расставанием и длительным одиночеством также бы ерофеев день лучше про прослыть невоспитанной и не отзывчивой чем после страдать из-за больших неприятностей также 17 октября наши предки играли свадьбу и венчались но знали о том что в этот день все таки лучше этого не делать потому что по народной примете иначе семью будут ждать ссоры скандалы и скоро и расставание но а если перенести дату про бракосочетание невозможно то нужно для молодоженов приготовить обереги а также надо чтобы на них обязательно были нательные крестики не рекомендуется сегодня на ерофея в день планировать много работы нужно обязательно найти время для приготовления настойки ерофеич которая состояла из 7 7 градусного самогона ониса мяты тоника чабреца зверобои и других целебных трав а также листьев смородины и земляники считается что если эту настойку использовать в лечебных целях то она сможет поднять с постели даже очень тяжелого больного 17 октября не стоит поддаваться на чужие уговоры иначе вас сегодня могут обмануть сегодня вообще везет обманщиком аферистом поэтому очень нужно остерегаться и чтобы не быть втянутым в их дела и сегодня мы рекомендуем вам обратить внимание на следующие советы и рекомендации чтобы ваш день произошел благополучно и удачно первое что нужно сделать перевернуть наизнанку на себе нижнюю одежду для того чтобы негатив злые силы зависть и злост не были в этот день с вами также очень важно если вы в этот день произнесете молитву потому что любая молитва она имеет чудодейственную силу и поможет вам защититься а также от негатива от злых сил от глаза и порчи если вы не знаете никакой молитвы то произнесите вслух те слова которые вы знаете и именно сегодня очень важным что нужно сделать это нужно взять с собой соль для того чтобы никакие неприятности беды и проблемы сегодня не случились с вами и поэтому сегодня обязательно возьмите со в собой щепотку соли и положите в карман если точнее то нужно насыпать чистую тряпицу соли завязать тряпочку в узелок можете взять на свой платок чистый и обязательно суньте в левый карман и скажите такие слова белой солью очищаюсь божьим именем защищаюсь все кто беды несчастья на меня насылает с моего пути исчезает ключ замок язык и с этой солью пробуйте на прах пройдитесь пробуйте на протяжении всего дня а вечером соль высыпьте уже в унитаз а носовой платочек или материал в который был завернут соль обязательно простирайте вот такие друзья у нас с вами народные приметы советы и рекомендации на 17 октября ну а далее друзья у нас с вами уже и лунный календарь и на 17 октября обращаем ваше внимание что по лунному календарю сегодня достаточно благоприятный день у людей сегодня появляется сентиментальность мягкость и доброта и интуитивное восприятие происходящее даже сегодня будет людям трудно выразить словами сегодня продвигаются хорошо любые дела поэтому задача этого дня поиск своего предназначения через работу с историей своего рода изучение обязательно своих традиций и своих корней также с другой стороны это день спокойствия тишины обязательно по сегодня постарайтесь наладить связь с космосом с высшими силами то что вы просите сегодня обязательно сбудется по возможности займитесь медитация погуляйте в парке подышите чистым осенним воздухом и мысленно желайте себе обязательно исполнение желаний сегодня также полезно посвятить время духовному развитию не держите злых мыслей и сдерживайте негативные чувства совершайте сегодня добрые дела любовь и самочувствие мудрость понимания это девиз вот сегодняшнего дня также по возможности дарите своим любимым и близким подарки и знаки внимания и по возможности хотя бы полчаса час проведите день наедине приведите в порядок свои мысли и этот день дает нам шанс стать лучше и чище это время когда вы можете понять себя и понять свое предназначение вселенная сегодня испытывает каждого проверяет насколько чистые ваши желания и насколько серьезны и важные планы на будущее поэтому сегодня очень важна сила воли честность выдержка и эти качества помогут вам уладить сегодня любые спорные вопросы и конфликты в этот день 17 октября недопустимо спешкой и суета а также недовольство и обиды не вмешивайтесь в ход событий пусть все идет своим чередом и в этот день наши предки говорили о том что в этот день боги наблюдает за нами поэтому молитва истинно верующая сегодня может быть услышана также сегодняшний день неблагоприятен для длительных путешествий и коротких поездок сегодня нельзя жаловаться плакать и жалеть себя потому что вы в таком состоянии можете застрять надолго также сегодня достаточно плохой знак если вы разбили посуду пролили жидкость знаете это знак сегодня страдания и одиночество поэтому постарайтесь этого сегодня не делать как мы уже говорили в этот день 17 октября обязательно побудьте в парке подышите свежим воздухом есть возможность то подойдите к речке к морю к озеру или фонтану и если вы пришли к водоему то представьте как ваши эмоции успокаиваются и постарайтесь порелаксировать помедитировать представлять что вы и есть то вот спокойная чистая вода и обязательно принесите примите вот ту мудрость которая дает сегодня нам водичка и постарайтесь задать если вы сидите у водоема то бишь то речка море неважно и постарайтесь задать вопросы и вам обязательно придут ответы на ваши вопросы и вода заберет сегодня все то беспокойство а также все те тревоги которые вас беспокоят также будет у них хорошо если вы проведете медитацию для своего сердца потому что сердце является не только центром чувства любви но еще и обладает целительскими свойствами друзья вот такой у нас сегодня с вами день 17 октября воскресенье мы всем желаем хорошо провести этот день обратите внимание на те советы и рекомендации которые мы дали в первой части этого видео а всем желаем хорошо отдохнуть и запланировать следующую неделю чтобы она прошла достаточно удачно и успешно